Раз, два, три, раз, два, три. Игорь. Нет, наушники не будет? Нет, не салтышь. Еще наушники, да? Вот, да. Все, можно закрыть. Ага. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня на вебинаре мы поговорим о эффективных формах и методах деятельности школьного психолога с разными типами семей. Я спикер Ахметова Мадиньет Медухана, научный сотрудник научно-методического отдела Национального института гармоничного развития человека. Роль школьного психолога как никогда важна в современном мире, ибо межличностные семейные отношения стали для педколлективов, семей, для детей более сложными. Поэтому для школьного психолога необходимы хорошие знания не только по общей возрастной социально-медицинской психологии, но и умение применять академические знания на практике, быть независимым, более субъектным. Психолог должен работать не только с детьми, но и с руководителями, учителями и родителями. Многие родители опасаются обращаться к школьным психологам, кто не хочет огласки и сложной семейной ситуации. Другие боятся за вероятные репрессии в отношениях ребенка со стороны школы. Для этого роль и положение психолога в школе необходимо в корне изменить. Эта задача, конечно, будущего и зависит от многих внешних и внутренних факторов. Сегодня мы должны посмотреть на данную проблему с точки накопившейся проблем. Появился ребенок на свет, проходя жизненный этап с рождения, до совершеннолетняя его судьба в руках взрослых, родителей, учителей и всего общества. Об этом хорошо сказал великий Абай. Ребенок рождается на свет, наследуя два начала. Первый из них требует еды, питья и сна. Это потребность плоти. Без этого тело не может служить пристанищем для души. Не будет расти и крепнуть. Другой тяга по знаниям. Младенец... Тянется к ярким вещам. Берет их в рот, пробует на вкус, прикладывает к щеке, встрепенется, услышав звуки дудки или свирели. Подросший бежит на лай собаки, на голоса животных, на смех и плач людей, теряет покой. Спрашивая обо всем, что видят глаза и слышат уши. Что это? Зачем это? Почему он так делает? Это уже потребность души. Желание все видеть, все слышать, всему учиться. Не раскрыв для себя видимых и невидимых тайн вселенной, не объяснив всего себе человек, не стать человеком. Начало всех, начал познания вселенной и человеческий душ зарождается в семье. Продолжение находит в учреждениях образования. Здесь важно правильно построить взаимодействие школы и семьи. Взаимодействие школы и семьи – это взаимосвязь педагогов, учащихся и родителей. В процессе их совмещения. Взаимодействие школы и семьи – важный источник и механизм развития участников образовательного процесса. Ценностная основа такого взаимодействия – создание условий для успешной самореализации ребенка, его личностного роста, формирование мотивации к учению, сохранение физического и психического здоровья с социальной адаптацией. Выработаны этапы системы взаимодействия родителей и школы. Первый этап – это знакомство, мониторинг родительских запросов и ресурсов. Определяются общие цели, общие ценности и ресурсная база сторон. Второй этап – это планирование совместной деятельности. Здесь сотрудничество такого направления – совместными усилиями достигать поставленных целей, интересов и возможностей, учитывать имеющиеся ресурсы, потенциал всех заинтересованных сторон, формировать чувство разделенной ответственности семьи и школы за процесс воспитания личности. Это непосредственное взаимодействие. Данный этап направлен на повышение психолог-педагогической правовой культуры родителей, усвоение национальных семейных ценностей, их реализация системы семейного воспитания, формирование семейно-педагогической общности, предупреждение семейного неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей. Условием непосредственного взаимодействия является добровольность, долговременное соотношение, взаимная ответственность. Таким образом, важным направлением работы по повышению эффективности взаимодействия является психолог-педагогическое сопровождение как инструментарий для выявления объективной оценки развития личности учащегося, наличие или отсутствие педагогов, учащихся их родителей, чувство удовлетворенности, жизнедеятельности учреждения образования и результатами процесса воспитания. И психологическое сопровождение в школе, естественно, осуществляет психолог и помогает ему социальный педагог. Целенаправленная и эффективная психологическая поддержка семьям, повышение ответственности родителей за воспитание детей – залог успеха любого образовательного учреждения. Психологическая служба должна выработать свою стратегию взаимодействия. Стратегию развития открытого сообщества школ и семьи предполагает организация открытого взаимодействия, выстраивание длительных взаимоотношений, наращивание практики и опыта устойчивых педагогических традиций. Стратегия быстрого реагирования направлена на оперативное вмешательство жизни ребенка и семьи, оказавшейся в социально опасном положении. Стратегия смешанного типа включает элементы первой и второй, а также предполагает реализацию комплексного подхода к решению актуальных проблем развития личности учащегося и его ближайшего окружения. Вместе с тем, психологическая служба в школе не может быть без психолого-педагогического просвещения участников образовательного процесса, задачами которого являются формирование позиции ответственного и осознанного родительства. Выполняется данная задача в процессе открытого диалога школы и семьи, участия родителей в планировании воспитательной работы класса и школы и активного вмешательства в учебно-воспитательный процесс. Второе – освоение образовательных программ, нафыков эффективного общения с ребенком, то есть правовых знаний в области образования. Это государственные образовательные стандарты, правила приема в учреждениях в общей среднем образовании, законодательства, нормативные правовые акты Республики Казахстан, где отражаются права родителей и ответственность родителей. Дальше – проведение индивидуальной консультации и бесед. Немного остановлюсь о главном инструментальной работе психолога с семьями в диагностике, опираясь на исследования ученых-психологов. Диагностик определяет стратегию педагогов-психологов по оптимизации взаимодействия семьи и школы в течение всего периода обучения ребенка. Это выявление мнения родителей об оказании образовательных услуг, педагогической поддержке необходимого педагогического просвещения, исследование удовлетворенности родителей работы в школе, профессионализм и компетентность педагогического коллектива в сфере сотрудничества с семьей, запросы родителей по психологопедагогическому просвещению и оказанию образовательных услуг, взаимоотношения взрослых и детей, семьи и учреждения образования. Теперь перейдем к классификации семей. Типы семей бывают разные, их классифицируют по-разному. Остановимся на некоторой часто встречающейся в работе социально-педагогической службы организации образования. Это по количеству детей – однодетные, многодетные, молодетные, бездетные. По числу поколений – одно, двух, межпоколенные. По признаку полноты – полные, неполные, внебрачные. По характеру взаимоотношений – идеальные, средние, скандально-раздражительные. По устойчивости семейных отношений – гармоничные, распадающиеся, неполные и распавшиеся. По уровням благополучия – благополучные, неблагополучные, псевдоблагополучные. По месту жительства – городские и сельские. Психолог школы имеет огромный потенциал изучить современный подход для работы с семьями разных типов. Перейдем на некоторые примеры работы психолога с разными типами семей. Прежде хочу еще раз рассмотреть с вами типы семей из группы риска, с которыми психологи приходите чаще работать. К разряду маргинальных семей, как правило, относятся семьи, члены которых страдают болезнями, находятся в тюремном заключении. Семья социального риска к этой категории относится семьи, социальное функционирование которых затруднено. Это многодетные, неполные, матери-одиночки с детьми-инвалидами или родителями-инвалидами, с детьми-сиротами или опекаемыми. К группу асоциальных поведениям относятся семьи с родителями и детьми-правонарушителями. Есть также семьи конфликтные, аморальные, дисфункциональные и так далее. Как работать психологом с проблемными семьями? Какие рекомендации дают нам ученые? Семьи, в которых трудные родители, это, например, одинокая мать, которой ребенок мешает устроить личную жизнь, или распавшая семья, атмосфера царящая в такой семье, холодность, безразличие, отсутствие духовного контакта. Задача психолога – расположить родителей к себе, заручиться доверием, если они отнесутся к этому настороженно, не спешить обижаться, попробовать посмотреть в себя глазами родителей – это поможет лучше понять их и контролировать свои отношения к ним, заинтересовать судьбой ребенка, пробудить ответственность за его будущее, деликатно, тактично пробудить потребность в душевных контактах с ребенком, в совместном решении повседневных жизненных проблем. Семьи, в которых господствует безнадзорность, в таких семьях родители, как правило, употребляют алкоголь. Для родителей характерна культурная ограниченность, бедность, чувств, отсутствие духовных связей с детьми. Терпеливо доказывать родителям погубное влияние на подростка того образа жизни, который они ведут. Обратить внимание на испытываемые подросткам переживания, боль, стыд, обиду за отца и мать. Выяснить в авторитетном семье. Включить подростка в более широкое общение с окружающими людьми, морально поддерживать, установить контроль. Семьи, характеризующие педагогическую неграмотность у родителей. Родители не понимают детей, обнаруживают полное незнание метода педагогического воздействия. Воспитание подрывает авторитет школы и учителей. Задача психолога – сформировать у родителей потребность педагогических знаний через проведение с ними консультации. Педагогическую работу школы с родителями. Пробудить интерес к самообразованию. Внушить мысль о том, что все дети нуждаются в образованных родителях. Семьи, в которых приобретают, отдается материальным благополучию над духовной жизнью. Дети в таких семьях растут эгоистами, излишне практичными потребителями. Родители эти качества поощряют. Задача психолога – изменить жизненную ситуацию, ориентацию родителей. Заинтересовать подростка развитием внутреннего духовного мира. При встрече с родителями дома и в школе использовать косвенное воздействие, опираясь на здоровые интересы. Семьи, в которых родители предъявляют детям завышенные требования, часто ограничивающие жестокостью. Детей часто наказывают физически, в результате чего они растут озлобленными и жестокими. Задача психолога – доказать родителям, что с ребенком надо обращаться как с равным, отказаться от действий с позиции силы, относиться к ребенку как к человеку, который имеет равные права и самостоятельность, уважение. Доказать, что терпение снисходительности к ребенку – главное средство воспитания. Уважаемые коллеги, мы часто встречаемся с неполными семьями. Неполная семья – это нуклеарная семья, которая состоит из одного родителей и детей. Причина – один из родителей умер, развод или внебрачные дети. Проблемы какие? Малообеспеченность, трудоустройство, детская безнадзорность, травля со стороны сверстников, гиперопека родителей и чувство неполноценности, уничтенности. Психологу рекомендуется поддерживать хорошее отношение с супругом, с родственниками супруга, если он умер, поощрять детскую самостоятельность инициативу, не привязывая к себе, не искать причину своего одиночества в детях, избегать гипер- и гипоапекти. Найти единомышленников, людей с подобной ситуацией – это нужно не только для общения и совместного досуга, но и для обмена опытом, а также взаимной помощи, посидеть с ребенком, отвезти детей в школу, встретиться в школе, обсудить общие проблемы. Мы часто забываем о детях, о семьях, в которых есть одаренные дети. Одаренные дети – это тоже имеет свои какие-то жизненные потребности, поэтому родителям не следует смотреть на них как бы к особому созданию, поэтому психологи тоже должны работать с такими семьями. Это первое – психологическое сопровождение, обучение родителей эффективному взаимодействию с их ребенком. Ребенок и его родители должны чувствовать в школе комфортно, для развития способностей. Информационное сопровождение, создание специальной группы родителей в социальных сетях, проведение круглых столов, конференций, практикумов, разработка для родителей специальной творческой копилки для помощи детям, совместная практическая деятельность способного ребенка и его родителей, совместные тренинги, занятия, деловые игры, исследовательские работы, эффективное проведение времени во время каникул, поддержка и поощрение родителей на уровне школы, праздники в честь одаренных детей их родителей, честование родителей одаренных детей после успешных выступлений, побед на разных конкурсах и олимпиадах. Таким образом, уважаемые коллеги, мы должны посмотреть, на какие выводы и рекомендации сегодня мы должны дать психологам и социальным педагогам. Это первое, надо внимательно изучить алгоритм изучения семьи, то есть приступая к работе в семье, социальный педагог и психолог должны предварительно ознакомиться с такими параметрами. Состав семьи, ее структура, жилищно-бытовые условия, материальная обеспеченность, воспитательный потенциал семьи. Обязательно нужно посмотреть на воспитательный потенциал семьи, это сильная семья, неустойчивая, слабая, негативная. Дальше, характер взаимодействия в семье между взрослыми членами семьи, между другими членами семьи и ребенком. Позиция ребенка в семье. Вложение ребенка в семье. Я нужен и любим, люблю вас тоже. Я нужен и любим, вы существуете ради меня. Я нужен, но не любим. Я от всей души хочу приблизиться к вам. Я нужен и не любим, оставьте меня в покое. Отношение ребенка к родителям. Дорожить семейными отношениями. Родители авторитетные, относительно пренебрежительно, остро переживают драму, тяготеют к одному из членов. Рекомендуем выделить те проблемы, которые оказывают негативное воздействие на ребенка, могут приводить его в состояние скрытых явлений и конфликтов. Отклонение поведения членов семьи, алкоголизм, наркомания, низкий достаток, слабый воспитательный потенциал и так далее. Уважаемые коллеги, свое выступление хочу закончить словами великого педагога Сухомлинского. Без семьи мы, я и имею в виду школу, были бессильны. Поэтому важно каждому психологу знать современные формы, методики работы с семьями разного типа. Спасибо за внимание. Слово предоставляется Алджамбековой Жамал Ордахануне, старшему научному сотруднику отдела аналитики, мониторинга и педагогических измерений Национального института гармоничного развития. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Я Алджамбекова Жамала Захановна, старший научный сотрудник отдела аналитики, мониторинга и педагогических измерений. Просим вас заполнить в течение вебинара анкетные вопросы, ссылка на которую будет периодически повторяться в Фейсбуке. В этих анкетных вопросах просим вас оценить работу вебинара и ответить на вопрос по данной теме. И еще, уважаемые коллеги, просим вас внимательно, без ошибок заполнить в поле фамилии, имя, отчество, так как именно сертификаты будут заполняться именно по этому полю. Как вы заполните, так и будет отражаться в сертификате. Внимательно посмотрите, пожалуйста, комментарии в Фейсбуке. Там у нас уже будет отправляться вам ссылка, которая периодически будет повторяться, чтобы вы его не искали. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима моего сегодняшнего выступления называется «Организация психолого-педагогического сопровождения семей, обучающихся с различными образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования». Семья – это особый мир, внутри которого разворачиваются индивидуальные счастливые и несчастливые истории человеческих взаимоотношений. Формируется либо деформируется личность каждого ребенка. Для ребенка, имеющего дефект психического или соматического характера, семья – как первичное, наиболее эмоциональное, значимое пространство жизнедеятельности должна выполнять свое базовое предназначение, быть опорой, стать для него своеобразной коррекционно развивающей средой, обеспечивающей компенсацию дефекта. Включаясь в такую среду, ребенок с ограниченными возможностями здоровья учится возвещать свои природные недостатки, обретает возможность справиться с возрастными задачами иными путями. Однако жизнь большинства семей, в которых рождается такой ребенок, сопровождаются целым рядом деструктивных переживаний – вины, разочарования, одиночества, душевной боли, отчаяния. И родители зачастую сами нуждаются в психологической помощи, не имея ресурсов для создания условий, способствующих его адаптации и развитию. Именно поэтому особая деятельность по психолого-педагогическому сопровождению таких семей является востребованной и актуальной на данное время. психолого-педагогическое сопровождение семей сегодня выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи семьям в решении задач, развития, обучения, воспитания, социализации. Особое значение на данном этапе уделяется формированию инструментов поддержки особых групп семей в системе образования. Согласно казахстанскому формату инклюзивного образования с особыми образовательными потребностями входят группы детей. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети сироты, одаренные дети, дети в трудной жизненной ситуации. В свою очередь определяет необходимость развития системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся. Консультация, профилактика и просветительская работа с семьей должна строиться на идее сотрудничества, увеличивая, обеспечивая полноценное включение и личностную самореализацию в образовательном учреждении. Работа является изменением психологических установок родителей на роль семьи в образовательном процессе, изменение стиля взаимоотношения с ребенком, более широкое использование педагогических возможностей семей. Кроме этого, социальная работа предполагает знакомство учащихся и родителей с их правами и обязанностями, законодательными документами, а также информирование об общественных и государственных организациях, имеющих отношение к лицам с ограниченными возможностями здоровья как в Казахстане, так и за рубежом. Педагоги оказывают большую практическую помощь семьям, находящимся на инклюзивном образовании, при оформлении инвалидности и приобретении специальных средств для обучения детей. Иначе говоря, педагог служит связующим звеном между детьми и взрослыми, обеспечивает атмосферу социально-психологического благоприятствия в образовательном учреждении, привлекает родителей и общественность к организации и проведению социально значимых мероприятий. Основной целью работы семьи является создание благоприятных условий для личностного развития всех членов семьи – физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального, оказания комплексной социально-психологической помощи, а также защита ребенка и его окружения от негативных воздействий различных факторов на личностное развитие. Организовывает вокруг деятельности психологической службы. Таким образом, психологическая служба, пользуясь сопроводительными документами ребенка, начинает работу тщательно изучение индивидуальных особенностей ученика. Туда входит ознакомление с личным делом, беседа с ребенком и его родителями, оценка образовательной среды, психологопедагогическая диагностика, проведение психологопедагогического консилиума. Условиями организации успешного обучения и воспитания детей в инклюзивном образовании являются первое условие – это индивидуализация. Для каждого обучающегося создается адаптированная среда. Оказание туда входит обеспечить полноценное включение и личностную самореализацию в образовательном учреждении. Второе – междисциплинарный подход. На протяжении всего периода обучения ребенка в комплексе сопровождает учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог, тьютер и врачи. И третье условие – это семейное ориентировочное взаимодействие участников образовательного процесса. Инклюзивную среду образовательного учреждения формируют квалифицированные специалисты с привлечением родителей. Их задача – повысить психолого-педагогическую компетентность родителей, включить их в образовательную деятельность, привлечь к активному участию сотрудничества со специалистами. Большой практический опыт взаимодействия с родителями обучающихся показал, необходимо последовательной, поэтапной, диагностической, консультативной, психолого-педагогической, информационно-просветительской работы, которая способствует эффективному сопровождению родителей, обучающихся, независимо от их принятия или непринятия патологии их ребенка. На начальных этапах педагогам, осуществляющих эксклюзивное образование, и сопровождение семьи необходимо проведение диагностической работы. Используются такие формы работы, как тестирование, анкетирование, наблюдение. При знакомстве с родителями обучающегося, имеющего нарушения, составляется социометрический статус семьи. Туда входит возраст, профессии родителей, их образовательный и культурный уровень. На основе детального анализа семейной ситуации, трудностей, которые испытывают родители, планируется проектирование программы консультативной работы. Весьма полезны и вовлечения родителей в проведение различных видов внеклассной работы, направленные на совершенствование домашней, учебной подготовки учащихся, развитие их творческих способностей, а также поддержание здорового психологического микроклимата в семье. На данный момент по области Абай созданы ассоциации психологов по разным направлениям. Одна из них – это ассоциация «Открытый родительский институт», целью которой является оказание методической и психологической помощи родителям и психологам. Создана служба психолого-педагогической поддержки семьям, находящимся на инклюзивном обучении по области Абай. Служба называется ЕКУМЕК, целью которой является оказание психолого-педагогической, методической, правовой и консультативной помощи родителей. В службу ЕКУМЕК в состав входит мобильная группа в каждой области, то есть туда входят основные специалисты, педагог-психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог, которые в любой момент могут оказать помощь родителям. Таким образом, взаимодействие родителей и специалистов по вопросам развития детей в условиях инклюзивного образования – это совместное определение возможностей, ресурсов, сил семьи, прогнозирование дальнейших целей и задач психолого-педагогического сопровождения. В завершении своей речи я хотела бы закончить такой фразой. Мы все должны строить социум, в котором каждый человек будет чувствовать, что о нем заботится. Что бы ни случилось. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Тагиева Индиратова-Колгазы. Я являюсь педагогом-психологом средней школы имени Маяковского, отдела образования Жарминского района области Абай. Тема моего сегодняшнего выступления – системный подход в работе педагога-психолога именно с семьями. Как было уже вышесказано, перед педагогами-психологами на сегодняшний день стоит задача именно совершенствовать взаимодействие семьи и школы. Для всех у нас не секрет, что в детстве действительно закладывается основа личности человека и его судьба. И исследования показывают, что современные родители, воспитывая детей, все больше нуждаются именно в помощи специалистов. Консультанты не только родителям детей неблагополучных групп или групп риска, они необходимы и благополучным семьям. В настоящее время все чаще наряду с детьми с равновешенной психикой, гармоничным характером встречаются дети эмоционально неустойчивые. У детей нередко наблюдаются самые разные варианты личностной ситуации. Это импульсивность, агрессивность, лживость, а также повышенная ранимость, избыточная эмоциональная чувствительность, застенчивость, замкнутость и так далее. И многие родители хотят научиться лучше воспитывать своих детей, им нужны средства и методики, они могут их использовать на доступном их уровне. Совсем не обязательно давать родителям глубокие знания, но познакомить их со основными положениями, подходами, показать, каким образом можно повысить самооценку ребенка, дать ему возможность для личностного роста, научить лучше чувствовать и понимать своего ребенка, открыто и честно строить взаимодействие необходимо. И многие родители достаточно хорошо осознают недостатки именно своего воспитания, но очень часто им не хватает элементарной психологической грамотности, чтобы решать свои проблемы. Эффективность учебно-воспитательного процесса в школе напрямую зависит действительно от полноценного взаимодействия в его рамках всех субъектов образовательного процесса, педагогов, учащихся их родителей. И вот с точки зрения многих ученых и практиков актуальным становится вопрос именно о психологической поддержке в семье и психологическом здоровье детей и подростков в семье и в школе. И вот само понятие здоровья включает в себе состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или физических дефектов. На данном аспекте можно выделить три основных составляющих здоровья. Это физическое, что включает в себя экологию, спорт, правильное питание, социальное, способность общаться с другими людьми без конфликтов, психологическое, умение понимать других, делать выбор и нести за него ответственность, адекватное социальное поведение и другое. И для того, чтобы укреплять и поддерживать психологическое здоровье детей, необходимо сотрудничество двух институтов – образовательной системы и семьи. Основа психологического здоровья – полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах антогенеза. Образование является наиболее общей формой заботы о психологическом здоровье детей. И вот одной из главных задач работы психологической службы средней школы имени Маяковского является психологическое сопровождение учащихся и их родителей. И вот рассматривая семью как важнейшее условие обеспечения психологического здоровья, нормальные и нарушенные детско-родительские отношения, которые непосредственно обуславливают трудности в развитии ребенка. Для благополучного развития ребенка необходимо осознание проблем супружеских и детско-родительских отношений и гармонизация влияния семьи на воспитание ребенка. В результате взаимовлияния индивидов семьи последняя выступает как персональная микросреда развития личности. Как правило, трудности детей служат проекцией отношений в семье. Соотнесение себя и семьи у взрослого и ребенка в известном смысле оно зеркально. Для взрослого семья – производное от «я», а для ребенка «я» – это производное от семьи. И поэтому психологическое сопровождение учащихся и их родителей осуществляется по следующим основным пяти направлениям. Психологическое просвещение – это повышение психологической грамотности родителей, психологическая профилактика, предупреждение возможного неблагополучия в развитии детско-родительских отношений, психологическое консультирование, оказание помощи в решении проблем, возникающих в детско-родительских отношениях, психодиагностика, исследование детско-родительских отношений посредством комплекса психодиагностических методик, психологическая коррекция – это устранение нарушений детско-родительских отношений. И вот благодаря системному подходу педагоги-психологи работают в следующей парадигме. Семья – некая ценность. Изменение одного члена семьи ведет к изменению всей системы. Проблема семьи обязательно рассматривается в контексте семейных отношений. Если семья в тупике, то возникает порочный круг из стереотипных ситуаций, которые проблему не устраняют, но создают стабильность. Проблема в семье обязательно выполняет какую-то функцию. И можно привести немало примеров, когда вмешательство именно педагога-психолога, это проведенные беседы, консультации с родителем, приносили безусловную пользу. Эффективная работа педагога-психолога с родителями становилась предпосылкой к формированию нового отношения родителей, способного улучшить какое-то качество личности, облегчить адаптацию ребенка к новым условиям или смягчить семейные сложности. Родители являются первыми педагогами, а школа оказывает им помощь в воспитании и развитии ребенка. Родители играют главную роль в сообществе педагог-родители ребенка. И вот установить обратную связь с ними, учесть их пожелания и интересы, нам помогли анкеты с различными типами вопросов. В 2021 году был проведен опрос 275 родителей детей, посещающих школу. Большую активность проявили мамы детей, это почти 72% от числа опрошенных. И вот анализ полученных показал, что большинство родителей были настроены позитивно, демонстрировали готовность сотрудничать, но с оговоркой дефицит времени. Отсутствовало четкое представление о системе совместной работы родителей и педагога-психолога. Пожелания родителей относительно результатов совместной деятельности выглядели вот следующим образом, как вы видите на слайде график. Получить максимальную полную информацию о своем ребенке хотели бы 68% опрошенных. Получить информацию о психологии учащегося 63%, что, к сожалению, говорит о низком уровне психологической грамотности. Получить возможность общения с психологом 55%, получить психологическую консультацию по решению проблем 36%, научиться определять способности детей 8% и получить возможность общения с родителями других детей 4%. Отработка анкет позволила получить сведения о том, что ожидают родители от психологической службы. Очертить круг вопросов, увидеть трудности и проблемы родителей в воспитании и развитии детей. И кроме того, стало понятно, что занять активную позицию в образовательном процессе нашим родителям не позволяет низкий уровень психологической компетентности. Формы и методы работы с родителями, применяемые ранее, выступления на родительских собраниях, наглядная агитация и другое, оказались недостаточно эффективными. И вот как поменять ситуацию в лучшую для них, для наших воспитанников в сторону? Решили, что, скорее всего, этому будут способствовать именно тесные контакты педагога-психолога и родителей. И для дальнейшей деятельности мы сформировали задачи, исходя из положения психологической службы. И их решение должно повысить именно уровень психологической грамотности родителей, помочь созданию образовательного пространства, которое объединит усилия педагога-психолога и родителей для сопровождения личностного и возрастного развития ребенка. И приоритетом организации работы с родителями стало сотрудничество, а средством общения. Несмотря на то, что это самый привычный способ устанавливать отношения с людьми. Но методы общения и взаимодействия были выбраны активно. Беседы, где условием творческой активности слушателей является именно индивидуальный подход. Дискуссия, круглый стол в форме круглого стола, совместное обсуждение какой-либо проблемы. Исследование, получение знаний на исследовательской основе, применение различных схем организации до встречи с проблемой, юристические вопросы, интересные задания. Психологические тренинги, игры, ситуативно-ролевые, разогревающие и тому подобное. Ну и, конечно же, диагностика, рефлексия. Все эти методы использовались и используются в настоящее время в работе школы для родителей, именуемой знанием психологии – залог успешного воспитания ребенка. И вот были разработаны показатели деятельности данной школы. Количественным относится это увеличение числа участников школы, число обращений родителей к психологу за рекомендациями. Качественными показателями являются появление у родителей психологических знаний, активное участие родителей в беседах, дискуссиях, обмен опытом воспитания с другими родителями, осознание собственных ошибок, анализ поступков детей и своих действий, поиск причин того или иного явления. Использование активных методов взаимодействия с родителями делает родителей активными участниками педагогического процесса. Повышает готовность родителей к взаимодействию именно с педагогом-психологом. С их помощью проясняются родительские ожидания, представления, тревоги и страхи. Но поскольку их диагностическая функция для информации, на которую значительно меньшее воздействие оказывает фактор социальной желательности. Также углубляется воздействие педагога-психолога на родителей. Они получают опыт непосредственного проживания, отреагирования, что способствует интеграции психологических знаний и навыков. Число обращений за индивидуальными консультациями в течение этого учебного года по проблемам общения, по проблемам, связанным с умственным развитием, эмоциональному неблагополучию, проблемам детско-родительских взаимоотношений возросло во много раз. Возрос уровень психологических знаний в 5% родителей. Средний уровень психологических знаний имеет 72%. Этому способствовали наиболее эффективные методы работы с родителями. Эти же беседы, тренинговые задания, психологические игры, деловые, разогревающие. Но, к сожалению, низкий уровень психологических знаний имеет 23% участников анкетирования, что дает, чтобы подобрать индивидуальные активные методы взаимодействия для этих родителей. И вот каким образом реализуется работа школы знаний психологии – залог успешного воспитания детей? Значит, первая часть – это информационная часть, реализуется в форме родительских лекторий. Она проводится без участия детей, имеет цель развития когнитивной составляющей психолого-педагогической компетенции. Вторая часть – это школа эффективного родителя, в которую включены групповые занятия с родителями, которые испытывают затруднения воспитания детей, особых детей, к которым относятся агрессивные, тревожные, стеснительные, ослабленные, эти же одаренные дети. И вот целью этого этапа является информирование, обучение эффективным способом взаимодействия с такими детьми. И вот количество встреч зависит, именно и тематика зависит от запроса родителей и педагогов. И каждое занятие включает в себя именно диагностические процедуры, мини-лекции, упражнения, игры и психологический практикум. Я хотела бы привести вам несколько примеров из школы эффективного родителя. Вот, например, квест-игра «Секреты воспитания детей без насилия». В любой семье вообще рано или поздно возникают такие ситуации, выход из которых родителям очень трудно найти. И вот как общаться с ребенком в тех случаях, когда его поведение отклоняется от норм и правил, принятых в семье, или просто каким-то образом оказывается задетой чувства именно родителей. И вот эти, проходя этапы приключенческой квест-игры «Секреты воспитания детей без насилия», родители находят ответы на эти все вопросы. Родители решают педагогическую ситуацию, анализируют свои ошибки в воспитании детей, рассматривают мифы и факты в отношении проблемы насилия над детьми, самостоятельно разрабатывают памятку для самих себя по предотвращению именно насилия в семье. Ну и, конечно же, в конце игры родители получают удостоверение компетентного и любящего родителя. Также можно будет в помощь особенным мамам, особенных деток, например, мы провели встречу «Радость вопреки». Что за эта встреча, спросите вы? Ну, это наша попытка вырвать родителей из бесконечных будней. Такой способ помочь взрослым посвятить себе хоть немного времени, восполнить силы, почувствовать поддержку. Вообще, мамы особенных деток, у них нет действительно времени. И вот если есть возможность приходить на эти встречи, то там буквально на 40 минут или на час. Но вот можно сказать, что вот эти 40 минут, мероприятия, они набираются сил и возвращаются уже к своим детям более бодрыми и радостными. И вот в ходе встречи мамы делятся своим опытом. Ведь именно воспитывая таких детей, особенных детей, они сами в определенной мере становятся специалистами в таком деле. И поэтому вот большую, можно сказать, практическую помощь, большие такие эффективные советы могут только они дать мамам, которые сейчас затрудняются в воспитании особенных детей. Третья часть программы, это проводится в форме совместной деятельности родителей с детьми и направлена на эмоциональное сопроживание, действие. Эта часть содержит разнообразные психологические методы именно совместной деятельности. И вот тоже хотела бы вам показать пример одного из мероприятий, где вот как раз мы работаем над такой категорией трудностей. Это вот самая распространенная категория трудностей, это нехватка времени на своего ребенка. Такая трудность она была, есть и, к сожалению, строить карьеру, заработать денег, быть значимым человеком для других. Прежде всего, надо быть счастливым вместе со своим ребенком. И вот для родителей и их детей можно провести встречу счастливые родители, счастливые дети. Целых полтора-два часа у родителей есть возможность провести вместе со своими детьми. Игровые ситуации, совместное рисование, обсуждение упражнений дают возможность достигнуть понимания на разных уровнях взаимодействия. И самое главное, родители понимают, что любить своих детей необходимо безоценочно, и требуют от них невозможного, и учить их надо быть счастливым. Педагог-психолог чаще всего в школе сотрудничает с классными руководителями. Именно они являются посредниками между педагогом-психологом, учениками и, конечно же, родителями. Психологическая служба оказывает классному руководителю большую помощь именно в работе с классом, ну и с родителями. И вот целью создания условий для формирования у педагогов потребности тесного взаимодействия с семьями воспитанников и вовлечения родителей в жизнедеятельность школы нашей службы проводятся семинары-практикумы. И в конце хотелось бы сказать, что вот будь это развод, будь это рождение нового ребенка, появление в семье отчима или мачки, воспитание ребенка в неполной семье, есть ли у психолога право вмешиваться в интимную жизнь семи-ученика? Может ли он помочь трудноживущим и тяжело переживающим людям? Какова должна быть мера его активности, если он все-таки решается помочь? Психолог помогает семяшкольникам не только в тех случаях, когда родители испытывают трудности в воспитании и нуждаются в его совете. Своей повседневной работой педагог-психолог тоже помогает семье. Педагог-психолог, он полноправный воспитатель школьника, если он устанавливает диалог с учеником и с его родителями, взаимодействует с ними как профессионал и как самоценная личность. Современные родители часто превосходят учителей и психологов в уровне образования или социально-материальном статусе. Но педагог-психолог может компенсировать эту разницу своей компетентностью в области семейной психологии. Именно в той области, которая является для родителей одной из самых значимых. Следовательно, для установления партнерских отношений с семьей, педагог-психолог должен обладать ясной психологической позицией именно в области семейного воспитания и владеть технологиями работы с родителями. Объединение усилий педагога-психолога и родителей в процессе воспитания детей – это непростая в организационном и психолого-педагогическом плане задача. Нам предоставляется, что принципиальные условия для ее решения заключаются именно в создании особой формы общения между родителями и педагогом-психологом, которую можно обозначить как доверительный деловой контакт. И еще для меня... ...важно, что я никогда не делю семьи на категории. Для меня они все родители, родители детей, которые обучаются в нашей школе. И поэтому мы просто объединяем усилия для того, чтобы решать те или иные проблемы развития и воспитания именно нашего будущего поколения. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, вот сегодня все выступающие рассказали о индивидуальных особенностях работы психолога с разными типами семей в школе. Поэтому я хочу в заключение сделать. Работу психолога с разными типами семьи надо выстроить тщательно, учитывая индивидуальные психологические особенности ребенка, личностные особенности родителей, психическое здоровье, стиль воспитания, предоставление взаимоотношений супругов и родителей с детьми, условий жизнедеятельности, развития семьи, обеспеченность, место, поддержка и другое. Вот такое заключение надо сделать. И я думаю, что сегодня тема вебинара была очень вам понятна, и вы получили какие-то новые знания, особенно молодые психологи. Я хочу поблагодарить в конце, сказать большое спасибо спикерам, это Симбаевой Айслут Лековне и Тагаевой Индире Тавалкуклзе. Тагаева Индире Тавалкуклзе полностью рассказала из своего опыта. Она опытный психолог, является лучшим призером, значит, республиканского конкурса учителя самопознания, имеет несколько медалей, поэтому мы ее сегодня пригласили поделиться со своим опытом. Я хочу поблагодарить всех участников вебинара. Поздравляю всех с наступающим праздником на ВУЗ, весенним, прекрасным, жизнерадостным таким праздником. Желаю всем мира, добра, здоровья и счастья, благополучия в семье, чтобы наши дети были самыми лучшими, а родители нас всегда поддерживали. Спасибо всем за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok